Попадает в полуфинале у нас на... На Николаса Кифера Победил Николас Кифер Уже он в полуфинале ожидает, как я уже сказал, победителя этой встречи Вот игра началась на ваших экранах Напоминаю, с вами вместе эту игру будут смотреть Зураб Читая и Юлия Сальникова И затаив дыхание ждем, вот уже 15-15 счет на подаче Роджера Федерера А так легко это смотрится со стороны, как будто бы нет никаких усилий И тем не менее, все гениальное просто Очко выигрывает Роджер Федерер Такие усилия прикладывал Николай к тому, чтобы... Сколько ему пришлось побегать даже вот в течение этого короткого розыгрыша По 30-ти Ну и вот первая подача на вылет 40-30 210 километров в час подача, смотрите Тут же еще один эйс Берет первый гейм Роджер Федерер Ошибается Николай Как всегда, неплохо двигается Довиденко по корту Но вот небольшая техническая огрешность при ударе справа И тут же ошибка Тишина, полная тишина на трибунах Непривычно это видеть после того, что творилось вчера Матча Маркуса-Багдатиса и Ивана Любичича Нет, к сожалению, попал Казалось бы Даже судья, мне кажется, задержал решение Замерли Все попал в самый уголок Вот на таком, да На таком тонком-тонком риске играет Роджер Федер Может позволить он себе Великолепно чувствует мяч 30 Ну что ж, первое выигранное очко Николая Медведенко в этом матче И первая ошибка Роджера Не сказать, чтобы она была невынужденной Заставил ошибиться швейцарского теннисиста Россиянин На этот раз аут Первая подача удалась По 30 Снова хорошая подача Николая Еще один великолепный удар по линиям В середину линии Перехитрил сейчас Роджер Николая Усыпил его Сразу же последовал резкий перевод Снова Снова попадает практически в линию Роджер 30-40 Первый брейкпоинт А вот вторая подача Ошибается Роджер Федоров Обоюдоострая была ситуация И оба теннисиста допустили пару неточностей в ней Ну вот чуть-чуть больше Повезло Николаю попал В сетку Роджер Федерер И после этого мяч свалился в аут Почему-то Отказываются прибавлять Очки Николаю Давыденко По-прежнему на ваших экранах Счет 40-30 Великолепно Браво, Николай Великолепно, да Проявил волевые качества в этом розыгрыше Николай Давыденко И больше Больше у Николая Да, вот здесь, конечно Блестяще действовал россиянин Из сложного очень положения нанес он Неотразимый удар По-прежнему не меняется счет почему-то на наших экранах Удалась атака Никак не хотят мириться Строители турнира С тем, что все-таки выигрывает этот гейм Николай Как быстро перешел из защиты В контратаку Роджер Федера Угадывает Вот, конечно Сложная для Штука для Давыденко Угадывает его действия Швейцарский теннисист И красиво завершает атаку Ударом с лета 15-0 Повел Роджер Немного рисковал сейчас Давыденко Открывался этим ударом Он как бы понимал, что удар должен быть мощнее И более острый И поэтому предпочел ошибиться Хорошая подача 40-0 Посмотрите, как прибавляет швейцарец Да, тренеру Роджера Есть чем гордиться, конечно Браво, Николай Прекрасный удар Да, этот технический прием Мы еще увидим Я думаю, что не закончат Испытания укороченными Федера В этом матче Но с честью вышел Давыденко Потом не удался Укороченный, мягко говоря 15-0 30-0 30-0 Ошибается Роджер на приеме Да, настолько приучил Федерер Всех к своей безупречной игре Что даже вот И произносить-то фразу такую Ошибается Роджер Тем не менее Да, еще одна ошибка Ошибается Федерер И 40-0 Вы знаете, не исключено Что вот надежность игры Исключительная надежность игры Николая Давыденко Если он сможет Это сделать в матче Единственное условие Которое позволит ему Оказать сопротивление И может быть победить Роджера Федерера Вот попадает в линию Сейчас Николай Давыденко Естественно Внутренняя эмоциональность Которую мы не видим Она тоже присутствует В восприятии игры И вот такая исключительная надежность Соперника Может где-то Помочь Роджеру Федереру Не войти во вкус В вкус игры Помешать ему Войти в этот вкус Если рассчитывать на надежность То это, пожалуй, единственный фактор Который может Не помочь Федереру В обретении Успеха Вот сейчас пока В полном порядке Роджер 30-0 Ведет он на своей подаче Да Вот в этом ударе Весь Роджер И как легко это выполнено Конечно Практически любого соперника Сразу раскусывает Роджер Федерер Отлично видит Какими Тактическими приемами Надо пользоваться Ну и Николай оказался На высоте Пытался подавать Косую подачу Сейчас Роджер Федерер Открывал корт Явно для себя И немедленная контратака С приема 40-15 И срывается Прием И что можно сказать Вот сейчас На этом этапе Скажем так На экваторе Первого сета Что пока Без каких-то Особых проблем Берут Теннисисты Каждую свою подачу Ничего Никакого перелома Никакого Всплеска Какого-то яркого Всплеска В игре мы не видели Ни одного из теннисистов Были очень красивые моменты Вот один из них Сейчас Прекрасный удар Николая Довыденко Ну был правда Момент Был в первом гейме В первом гейме На подаче Довыденко Был Был такой момент Когда Брейкпоинт был У Роджера Федерера Но Сумел выкрутиться Из этой ситуации Выиграть все-таки Гейм Николай Но вот больше Пока что Ничего подобного Не происходило В очередной раз Какая смелость Решение Все-таки Разыгрывалось Очко На очень высокой скорости Каждый держал Свою часть Корта И вот он не просто Перевел В левую сторону Он перевел В линию Это конечно Не в первый раз Он это делает В этой встрече Он уже который раз Попадает в линию Роджера Именно вот таким Ударом По линии 30-15 30-15 Ошибка Вторая подача Великолепно Сыграл Николай Живиденко Добавил Справа Вращение И при отскойке Мяч Набирал Скорость Не справился Федор И Федор Иногда не справляется С чем-то 40-15 Ну да Иногда Даже и Наверняка Случалось В истории Такое что И самые надежные В мире Швейцарские банки Случалось кому-то Взламывать Ну вот Вот в данной Встрече Эту надежность Швейцарскую Олицетворяет Конечно Роджер Федерер Ну а Николаю Предстоит Как раз Выступить В роли Взломщика Но хотелось бы Все-таки Хотелось бы нам Иного Вот сейчас Самую малость Попадает Ваут К сожалению Управляет Судья на вышке На самом деле Переигрывается Первое очко Ну вот Спасибо нам Спасибо от нас Французскому Леди-арбитру Да На повторе Это было видно Что в линию Попал Николай Жаль Не прошла Водга Готов был К этому Обводящему удару Довиденко Трудно даже Сказать Почему Не получилось У него Минимальная Помарка Техническая Попадает Он в сетку 15-0 Ну Слишком легко Было Федеру Для того Чтобы Рассчитывать На Ошибку Но Тем не менее Смотрите Такую паузу Выдерживал При игре Слета Да Тут конечно Не было Немалейшего Шанса Отразить Этот удар У Николая 30-0 Да В какое-то мгновение Показалось Что ошибся Роберт Тони Рочь На ваших экранах Сам в прошлом В прошлом Великий теннисист 12 турниров В его карьере И очень много Финалов Бесконечное Множество В финале Умблдона Играл Тони Рочь Еще один Укороченный Удар Вторая Подача Снова Попадает Сетку Роджер 40-30 Видите Видите Как разнообразит Свою Игру В тактическом плане Швейцарский Теннисист Вторая подача Он идет Сетки То есть он все время Деведенко В подвешенном состоянии Не может Николай Предугадать Заранее Как именно Будет Развиваться Ситуация На корте И ошибка С приемом Выполняет Подачу Новыми Мечами Николай Довыденко Еще раз Напомним Проходит На ваших Глазах Четверть Финала Австралия Ноупен Центральный Корт Вот сейчас Двойной Ошибку Сделал Ошибка Была При ударе С задней Линии Ну просто Это был Второй Удар Да И слишком Быстро Была Проиграна Эта ситуация Как или иначе 0-15 Вел До сего Момента Роджер Федерер На подачу Николая Довыденко Вот сравнивает Николай Счет По 15 И в атаке Николай Неужели достанет Ну это Едва не удалось Чудо Но тем не менее Это было бы нечестно Слишком безмятежно Сейчас действовал В этой ситуации Роджер Федерер Такой Никакой Обводящий удар Слева 30-15 И срывается Удар Обидно Центром не смог попасть Николай Довыденко Обидно Что это происходит В такой Безобидной Ситуации Да Невынужденная Ошибка Николая Счет По 30 Расстроен Россиянин Но Нет времени Расстраиваться Расстраиваться Да Расстраиваться И все-таки аут Такой долгий розыгрыш был Не показалось нам, Юлия, что слишком осторожно действовал Николай очень много по центру играл Вы знаете, но и Федор действовал таким образом Чтобы дать возможность Николаю обострять Провоцировал на это швейцарец нашего теннисиста Видно, знает, есть у него какие-то по этому поводу соображения Да, я думаю, что на корте всегда в любой ситуации есть соображения Да, на этот раз срывается удар, видите, обменялись они в этом гейме нечистыми ударами Ровно Отыгрывает брейкпоинт Николай Не ошибается Николай Надо сказать, что это вторая ошибка справа Вот это немножко пугает Снова брейкпоинт у Федорера Больше у него на подаче Николая И попадает в аут Ударом справа Это уже третья ошибка в этом гейме Срывался удар Не контролировал этот мяч Роджер Федора 0.15 Начало положено Вторая подача Вот опять приглашал к сетке ДВДНК Роджер Федора Этим ударом слева Не давал ему много времени на размышления Потому что мяч был короткий И удар был сделан достаточно рано И ошибка Знает вот Как играть С ДВДНК Роджер Федора Не в первый раз Исполняет именно этот тактический прием Швейцарский теннисист Ну это спишем на На что можно списать Такие удары На щедрость Роджера Ну вряд ли Отблагодарил он Неизвестные Неизвестные швейцарцам Такие чувства Я боюсь 15.30 Первая подача А теперь вторая Все-таки Ошибается Роджер А ведь ситуация Слегка критическая 15.30 Замахивается Невынужденная ошибка Роджера Двойной брейкпоинт Ну сейчас Вкрестим пальцы Надеемся что удастся Реализовать хотя бы одну Возможность Николаю Оживились болельщики Ну вот Максимально Максимально благоприятная Ситуация сейчас Если так Вообще Можно об этом говорить И аут Попадает в линию Нет Все-таки Аут Да Достается это очко Роджеру Федору К сожалению Все-таки Небольшой Аут Да Справедливое решение Ничего тут Не скажешь А жаль Красивый был удар А где как Вот только у меня нет Да Поучительно Поучительно Для ДВДНК Будем надеяться Что больше не наступит Он на эти грабли 0.30 Да Вот сейчас Сложной ситуацией Конечно Николай Первая подача Задевает сетку Снова ошибается Россиянин Вторая подача И ошибка Ошибка слева 0.40 Ситуация становится критической Да Тройной сетбол Роджера Федорера Какие-то соображения Появляются На этот счет Вот мы уже Поделились Ими друг с другом Похоже на то Что скучно Немного стало Федору Извините за такое Сравнение Замылилась игра И он потерял Концентрацию Внимания На своей подаче И вот теперь Вот теперь он вспомнил О том Что играть надо Да Слишком такое Ровное течение игры Немного убаюгала Роджера И выигрывает Подачу Николая ДВДНК Под ноль Такие футбольные матчи Что-то из Чемпионата Греции Или может быть Турции Когда Совершенно невероятное Творится что-то На трибунах Разве что В волну не пускали Вчера болельщики И не зажигали Петарды Вот сегодня Мы видим Что все иначе Сегодня все спокойно Хотя Публика Вся та же Ну как сказать Тех самых Поклонников Греческих Болельщиков Нет сегодня Наверняка Как нет их Хорватских Которых Очень много В Австралии И тех и других Вот сегодня Все таки Наверное Самых Рьяных Теннисных Фанатов Не наблюдается Зрители Просто Наслаждаются Игрой Ну а у нас Тем временем Роджер Федерер Повел 30-15 В первом гейме Второй партии Ошибца К сожалению Вот Показалось Мне Вот хотел я отметить Что Иногда Кажется Что вот Не слишком Боится Ну не боится Наверняка А вот Опасается Обострять Слишком уж Обострять Николай Случается играть Высоко Роджеру Сейчас Как раз Такой случай Был Но вот Ошибся При выполнении Простого В общем-то Удара Николай 40-15 Вот точно Такая же Ситуация Вторая Подача Была Роджера Сравнивает Счет Сейчас Вот на Своей Подаче Николай Довыденко По 15 И попадает В аут Николай Вот уже В который раз Получается Вот такое У Николая Вот такое Попадание В аут Буквально Несколько Сантиметров Вот если В таких же Ситуациях Роджер Попадает Точно В линию То вот Николай У этих Как раз Считанных Каких-то Может быть Даже иногда Миллиметров Не хватает 15-30 По 30 Ошибается Рожа Федора Ну вот тут Очень глубоко Сыграл Очень остро Сыграл Николай 40-30 Сыграл Сыграл Браво Браво Довиденко 15-0 15-0 Вторая подача Молодец Довиденко Да Хорошо Сейчас Контратаковал Николай Похоже На то Что немного Разозлился Николай Довиденко Это помогает Ему В игре Против Роджера Федора Ну а основания К этой спортивной Злости у него были И ошибается При выходе К сетке 15-30 Уже видели Мы однажды Такую картину Закончилось Все брейком Будет Традиция Продолжена Вторая подача Сравнивает Сравнивает счет Роджер По 30 Но сравнивает Его скорее Николай Довиденко Ошибается Он сейчас При приеме Агрессивно Пытался Действовать Николай На этом приеме Логично Вторая подача Нужно обострять Неплохая была Вторая подача То есть Как бы Коса Нашла на камень Задел сейчас Сетку Мяч Во время Первой подачи Роджера Аут Отлично Отлично Играл Довиденко Был момент Когда Роджер У него бегал Треугольник Но не потому Что Довиденко Этого хотел Сей своей игрой Показывал Федерер Что справа У российского Теннисиста Не настолько хорошо И вот Выигранным Это важное очко Да Очень хорошо Мне кажется Действовал В этом розыгрыше Очень достойно Держался Николай Довиденко И вот Хорошая игра Не пропадает Обратите внимание На этот взгляд Которым сейчас Одарил Соперника Роджер Федерер Завелся И швейцарец Завелся Но Спортивная злость Безусловно Явилась Необходимым Толчком В игре Николай Довиденко Ай-яй-яй Как сейчас Жаль Срывается Прием Николая На второй Подаче Роджера Была возможность Атаковать Ровный счет Вот на ваших Экранах Брат Николай Довиденко Переживает Он Да Больше У Роджера У Роджера Удача Удача Вот так вот И мы кое-что можем Это называется Вот смотрите вы Повтор Роджера Роджера И срывается удар справа Пытается Что-то придумать Что-то предпринять Чтобы переломить Неудачно Пока складывающийся Ход событий Первый Сет проиграл Николай 6-4 Проиграл в борьбе Под знаком этой борьбы Проходит и вторая партия Начало второй партии Вот сейчас 15-0 Повел Николай Нельзя сказать Что легко Живется В этом матче Роджеру Как это частенько происходит Борьба идет Практически В каждом гейме В каждом розыгрыше Вот сейчас 30-0 Впереди Николай Зарывается удар справа Ну и хорошая подача была Да 40-0 Браво Николай Берет он гейме Чистую 2-2 И подавать будет Швейцарец Вот такой вот Красивый пейзаж На ваших экранах Уверенно чувствует себя При игре следа Роджера Федора Да Хорошо Выполнил он первую подачу Тут же вышел к сетке Как ни старался Николай Ничего не удалось Сделать В этой ситуации 15-0 Ну вот Снова выходит к сетке Роджер На этот раз ошибается Ошибается в общем-то В простой ситуации Уже практически 15-15-30 Да, бывает, что моментами Заигрывается Роджер В том смысле, что пытается Он сыграть Ну, трудно сказать Излишне эффектно, что ли Ущерб эффективности Вот Обратный пример Хороший удар справа Очень эффективный Не менее эффектный По 30 И попадает к линию В первом сете Благодаря такому удара То Во втором сете Николай Не Предоставляет ему Такой возможности Нашел противоядие Россиянин К этому удару Срывается удар справа Как-то описывался Своё состояние Предфинальное Так вот Настолько ей была Продумана игра И подготовка к матчу Что Даже о том Что делать В момент Прилетание птицы Над своей головой Предусмотрела Бильджин Кинг Она прекрасно знала Что она будет делать В этот момент И какой именно удар Она будет Выполнять И вот в книге В её воспоминаниях Этому посвящена Целая страница То есть какие-то Специальные удары Были у неё На тот случай Если вдруг На все случаи На все непредвиденные случаи Настолько тщательно Теннисиста готовится К своим матчам Счёт становится 0-30 К сожалению 0-30 Сейчас Короченный удар Выполнял Николай Довыденко Ну и как показало Дальнейшее развитие Не стоило ему Этого делать Тут же наказал его За это Роджер Удаётся первая подача 30-15 Да, ну вот По крайней мере Повторение истории Случившейся В первом сете Уже не будет И снова попадает В сетку Роджер По 30-ти А вот вторая подача будет Отличная атака слева 40-30 на подаче Николая Довыденко Как же просмотрел Этот удар Роджер Федера Это лучший удар В исполнении Николая Довыденко Его самое грозное оружие Ну и нередко Использовал это оружие В первом сете Сам Роджер Несколько раз Он брал очки Таким вот ударом Сейчас, к сожалению Промахивается Николай Ровно Попадает в линию С подачей Николая Довыденко Играет Удачно играет Противоходом Браво Браво Довыденко Ошибается 30-0 Ну конечно Линию Надо было играть Тем более Что после отскока Мяч продолжал Двигаться В правую сторону И угол Для обводящего Удара По диагонали Был менее Перспективен Да Перехитрил В этой ситуации Роджер Сразу соперника И выигрывает Он без особых проблем Этот гейм Начинается Начался Восьмой гейм Второй партии 4-3 Впереди Николай 15-30-0 Уже Да Пока Ничего Толкового Не может Предложить Федора На приеме Еще одна ошибка Еще одна ошибка 4-0 Повторяется Картина Предыдущего Гейма В тот Тот гейм Взял Под ноль Роджер Ну вот Теперь Теперь есть шанс Делать то же самое У Николая Хорошая подача Чуть-чуть Промахивается Перекрутил Такое ощущение Сейчас Николай Пытался он Остро сыграть Подготовка была Не настолько Тщательной Немножко Не дошел До мяча Довиденко 40-15 Ну пока Запас прочности Позволяет Николаю Рисковать Хотя Во встрече С Роджером Федором Наверное Нельзя А вот и интрига Да Не такая Пока Опасная Для Николая Довиденко Но тем не менее Два мяча подряд Проиграны На его подаче И Роджер Будет не Роджером Если сейчас Вот в этой ситуации Он не предпринял Каких-то Конкретных действий И не предпринял А вот Все-таки достается Гейм Николаю Так или иначе Очевидное преимущество Сейчас Руссиянина 15 Продолжая Мои слова Преимущество Получает Начале Этого гейма Николай Довиденко Аут Аут Еще одна попытка Снова попадает Снова попадает Север 0.30 Тони Рочь На ваших экранах Он не является Тренером На постоянной основе У Федерера Но В каких-то турнирах Обязательно Опекает Этого Теннисиста Идет Сетки Федерер Удачно Идет Сетки 15-30 Да Ну по-моему Совершенно очевидно Что решил Бороться В этом гейме Николай Если в предыдущих Двух геймах Прослеживалось То что Сделал он Ставку На свою Подачу То здесь Решил Имеет смысл Побороться Пока Успешно Ну Счет 30-0 Конечно Имеет смысл Побороться За подачу Соперника Обострял Обострял Реденко Сложно ему было Делать это На второй подаче Несмотря на то Что подача Была короче И не такой Сильной Вот По 30 Да Молодец Николай Дведенко Неожиданное Решение Нашел В этой ситуации Сэпбол Да Практически Казалось бы В безвыходном Положении Николай Но Как говорил Барон Мюнхгаузен Безвыходных Положений Не бывает Вторая подача И как обидно Как тонко Элегантно Позволяет себе Играть Роджер Федерер Казалось бы В такой критической Ситуации И не делает Ставку на Эффективность Да И точно Очень точно Больше у Федерера Сейчас Сейчас удивил Роджера Николай Сравнивает он счет Ровно Вторая подача Вторая подача Еще раз Есть возможность Еще одна возможность У Николая Давыденко Взять этот гейм А вместе с ним И второй сет Вот как вы слышите Есть болельщики И у россиянина На трибунах Вторая подача Удачный прием в ноги Будем мы надеяться Что традиции И предыдущие встречи Не повторятся Хотя и удалось Там Томи Хасу Выиграть Два сета Как вы уже сказали В итоге он все-таки Проиграл А здесь у нас Очередную заявку Делает Николай Давыденко Вот сейчас Как по нотам Разыграл он Эту комбинацию И повел 15-0 Сейчас безупречно Действовал Швейцарец Заставил он Ошибиться Николая По 15-ти Ну что Увидим мы Уязвленное Самолюбие Роджера Наверное Справится он С этим все-таки В психологии У него всегда Все было хорошо 15-й Для него даже Вот такой прием Это уже Неудачный прием Это уже Уязвленное Самолюбие Надо сказать Что в области Психологии Николай Давыденко Тоже Не двоечник Скажем так Всегда у него Всегда отличала его Крепкая Устойчивая Психика На корте Подача на вылет Ну вот Решающие моменты Все-таки Чуть лучше Выглядел Николай Сейчас промахивается Россиянин 15-0 Не удалась атака Великолепно Была выполнена Первая подача Да Ну вот Мне вынужденная Ошибка Смазала Впечатление От этой комбинации 16 раз Ошибался Федор В этом матче При ударе справа Значительно меньше При ударе слева Да У Федора Конечно нет слабых ударов В любой момент Он может добавить Изменить направление Высоту Ширину Да Пожалуй Все что угодно Делает С мячом Этот волшебник Тенниса Да Вот тот самый случай Когда очень хорошо Выглядел В этом розыгрыше Николай Мне кажется Никаких претензий К нему быть не может Ну вот Чуть лучше Все-таки был Роджер 30-15 Вот мне кажется Направление Слева налево Более перспективно Для Давиденко Но тем не менее Николай решил переводить Вот при переводе Не обострял Как того Следовало сделать Николая Давиденко И опять ошибка 40-15 Да Очень хорошая Вторая подача Подает Николай Давиденко Да Сейчас Роджер Федор Конечно Действует Просто блестяще Выше всяких похвал Сражался Давиденко Но Пожалуй Не всегда Он может прыгнуть Выше головы В данной Ситуации Как раз Не смог Этва сделать Николай Да Когда Демонстрирует Роджер Такое вот Желание Такую энергию Тут конечно Сразу Намного Тяжелее Приходится Николаю 0-15 Вот В этот раз Ошибается Роджер По 15 Подбадривают Зрители Николая Давиденко Говорят они ему С трибун Что он молодец Команда Давиденко На ваших экранах Хорошая подача Да Не попадал в шаг Во время удара Роджер Федер Это спровоцировало Ошибку При ударе справа 30-15 30-15 Почти полтора часа Находится уже На корте Теннисисты Снова хорошо Подает Николай 40-15 Почти полтора часа Почти полтора часа Стоп Стоп И тем не менее Да Попади сейчас Николай Был бы Был бы шедевр Вы знаете Тем что Мог такое Подумать И попытаться Выполнить Николай Давиденко Он больше Напряг Федер Чем каким-то другим Эффективно Выполненным ударом Теперь будет На чеху Роджер Показал Давиденко Сейчас Федер На что он способен И чего от него Можно ждать Добивается Своего Николай Давиденко В этой ситуации Вперед И только вперед Стремится В таком стиле Играть Роджер Федер Да Очень часто Выходит он К сетке Вот сейчас Успешно Еще раз Вперед Даже не стал Возвращаться Николай Понимал он Что тут уже Ничем Не спасти Этот мяч 40-0 40-0 Снова промахивается Не успевает Демонстрирует Психологическую устойчивость Россиянин Иногда Вот Взрывается Роджер Пытается он Подавить Соперника Сейчас Ошибается Швейцарец 15-0 На подаче Николая А вот Снова ошибка 30-0 Вот как вы считаете, Юля, все-таки что более выгодно для Николая Более агрессивная манера навязать борьбу с максимальным усилием Максимально усложнить задачу Роджеру сейчас Или все-таки затяжно, если матч получится затяжным Как-то перевести в такое русло Самое важное, что может помочь Самое важное условие, которое может помочь Давиденко Бороться и одерживать победу в этом матче Это то, способность Николая сделать эту игру очень нейтральной и стабильной Вот слово нейтральный, наверное, стоит расшифровать Вот такими ударами, ничего не значущими, стоит отвечать иногда Николаю Давиденко Сейчас без каких-либо проблем выигрывает первый розыгрыш Роджер, 15-0 на его подаче Не отказал себе в удовольствии Федер сейчас подвигать Николая Давиденко И в итоге заслуженно выигранное очко Вовремя он оказался у сетки, все сделал правильно 30-0, да, словно Сваев вколачивал сейчас удары в корт швейцарец Подача на выезд, причем с далеко не гранадерской скоростью Всего 167 километров Ну какая точность? И какая неожиданность была для Николая Давиденко? 40-0 Да, как будто Наверняка не нарочно, но все-таки Отдают гейм за геймом Кенесисты друг к другу Вот таким вот образом, под ноль Сразу же хорошо очень подает Николай Задал он этой подачей тон всему розыгрышу 15-0 Не получается атака По 15-ти Ну это уже неожиданно плохая работа ног была Не часто бывает Вот сыграл, неплохо сыграл Николай Давиденко 30-15 Такие грубые ошибки не часто позволяет себе Роджер Федера Первая подача Выиграна очко 40-15 Да, явно пришлись новинки по вкусу Николая Давиденко Новые мячи, новая ракетка Вторая подача Сейчас увлекся мощью 200 километров Первая подача, которая не попала Да, для невысокого, в общем-то, Николая Это очень неплохо Вот сейчас заставляет он ошибиться на приеме Возвращаемся мы к игре и тем временем происходят у нас интересные события На своей подаче Роджер Федерер уступает пока 0-30 Дважды попал он в сетку Две невынужденные ошибки К тому же еще не проходит первая подача 15-30 Сейчас такое ощущение, что не согласен с решением судьи Николай Посчитал он, что попал Но на повторе четко видно, что ошибся россиянин в этой ситуации Да, и вот досадная ошибка Роджера Досадная, конечно, для его поклонников Его болельщиков И 15-40 Двойной брейк-поинт у Николая До сих пор удавалось ему реализовывать такие шансы Не разбазаривал он их И сейчас дело серьезный оборот принимает для Федерера Наверняка уступать второй сет подряд Не входило в его планы Да, на очень смелое решение Федерера отвечает потрясающий Николай Давиденко Да, не удалось разложить игру Роджера Федерера Николаю Давиденко А вот обратное как раз удалось Видите, смена ритма, вращение Затяжной такой был розыгрыш В конце которого ошибся, попал в сетку Николай Затяжной такой был Удар Да, и 0.30 Показывает Роджер Федерер, что за ним не заржавеет Уступил он предыдущий гейм на своей подаче Видите вы досаду Николая Аут, вторая подача В атаке Давиденко Да, уверенно выполненный смеш Первое очко в этом гейме С чего-то же надо начинать А гейм этот решающий В третьем сете Потому как может решить судьбу этого сета Хорошая подача Еще хорошая атака Будет ли продолжение? Посмотрите, что делает Роджер сейчас Совершенно неправдопроводный мяч Да, это какая-то магия Это магия По-другому даже не скажешь Да, недоуменно глядит сейчас В какой-то момент загипнотизировал своего соперника Роджер Федер Вот обратите внимание Вот что мешало Николаю сделать шаг вперед И добить этот мяч Да Вот оно, то самое везение Вкупе с недюжинным мастерством Которые зачастую решают Судьбу эпизодов, матчей, турниров Ну и в моральном плане, конечно, очень тяжело На это больше всего и рассчитывает Роджер Федер Уперся Николай Выкинул этот эпизод из головы И слава богу Продолжает играть, как ни в чем не бывало Еще один брейк-поинт будет у Роджера Подает Николай Давыденко Доволен Роджер Федер Вот вспоминали мы в перерыве слова Роджера Федера Рассказанные им когда-то в интервью О том, что больше всего в жизни ценит он эстетику Жизни и в игре ценит он эстетику И класс, и то, и другое Я думаю, сполна продемонстрировал он в предыдущем гейме Плюс к этому Минимальная доля везения еще помогла Вот сейчас спасает Роджер Какое-то насекомое Таких какой-то совершенно гигантских размеров муравей Заглянул полюбоваться на игру этих мастеров Теперь придется ему делать это со стороны Унесли его с корта Удается первая подача Чистая атака КОНЕЦ На этот раз срывается удар с приемом. Немного промахивается Николай. 30-15. Вот неплохо сейчас выглядел в перестрелке на задней линии Николай Довыденко. Сравнивает он счет. 30-30. Особенно никто не хотел рисковать в предыдущей ситуации. Да, играли спортсмены до ошибки. Вот первым ошибся Роджер Федерер. Как это ни странно звучит. Попадает в линию с подачи. 40-30. Еще одна девятка. И если не это признак класса, то что ж тогда? Два раза в девятку с подачи. Ну что ж, в большом спорте мелочей не бывает. Аут. И немножко футбола. Ну, в играх Федерера это, конечно, не редкость. И сам он действует... Вот, пожалуйста. Вот так вот частенько. Очень красиво, очень эффектно. И предлагает своим соперникам придумывать что-то необычное. По 15-ти. Красивый эпизод. Молодец. Николай нашел в себе силы показать, что идет в атаку. Этого было достаточно. Необходимо было сейчас атаковать в этой ситуации. 30-15. И недоволен своими действиями швейцарец. Произнес он какую-то гневную тираду. Еще одна атака ДВДНК. Уверен, он заканчивает. На этот раз без шансов. 40-15. Два пушечных удара. Два пушечных удара. Уходит мяч ВАУ. Выигрывает первое очко на подаче соперника Николай ДВДНК. 15. Пять раз принимал участие Николай ДВДНК в розыгрыше открытого чемпионата Австралии. Ну и лучшее достижение у него это четвертьфинал. Произошло это в прошлом году. Еще раз напомним, что прошлый сезон был, наверное, лучшим в карьере Николая. Сейчас есть возможность у него улучшить свое достижение. Ошибается он в этой ситуации. Сравнивает счет Федерер по 15. Вторая подача. Уже не в первый раз ошибается при выходе к сетке Роджер Федерер. В принципе, много очков он и выиграл в таких ситуациях. Но случалось ему и допускать вот такие досадные оплошности. 30-15. Точнее говорят 15-30 на подаче Роджера. Впереди Николай Довыденко. Снова аут. Великолепная игра. Такой прием продемонстрировал Николай Довыденко. Развил он дальнейшим этот успех. Ну и нужно было, конечно, атаковать. На второй подаче Роджера. Что с блеском удалось Николаю. И смотрите. Двойной сетбол. Аут. Вторая подача. И реальная возможность у Николая Довыденко. Чуть осторожнее, чем следовало, как мне кажется. По моему субъективному мнению, в этом розыгрыше действовал Николай. Хотел он, конечно, можно его понять. Хотел он сыграть наверняка. Три раза подряд уже коротко. Четвертый раз играет Федерер. Но не идет к сетке Николай. Все-таки попадает в сетку Россиянин. Следует хорошая подача. Вот уже больше. Да, жаль. Такая возможность была. Не исчезла она пока еще. Но вот осложнилась теперь задача Николая. Есть теперь, в свою очередь, возможность сравнять счет у швейцарца. Больше у него на подаче. Падает в линию Николай. Что и делает Роджер с присущей ему элегантностью в такие критические моменты. Ну что, тем интереснее ждет нас тайбрейк. Хотелось бы, конечно, российским любителям тенниса избежать. Этого вот интереса была возможность закончить гейм. Вместе с ним и с сетом Николая. Но... Накаляются страсти. Поднимается драматургия матча. И посмотрим, что же нам предложат теннисисты в этой ситуации. Первая подача. Переигрывает ДВДНК на задней линии Федерера. Как сейчас попал Роджер Федерер? А как мог попасть ДВДНК, если бы мяч перелетел? Это было бы очком. Но счет становится 1-1. Подпортил себе процент попадания первой подачи Роджер Федерер в последнее время. Не ошибается. Один в пользу ДВДНК. Один в пользу ДВДНК. Срывается прием подачи. 3-1. Сейчас необходимо взять свою подачу Николаю. Вторую подачу. Еще один аут. Удается россиянину это сделать. 4-1 повел он. Правоподача переходит Роджеру Федереру. На ваших экранах его тренер. Вот какой-то активный болельщик Федерера. Дает о себе знать. Удается первая подача. Да, очко за Федерером. Вот сейчас сигнализирует Николай Давыденко, судье, что о том, что было аут, как мне показалось. Посмотрим мы. 4-3. По-прежнему впереди Николай. Сейчас две подачи у него. Браво, Браво, Николай. Великолепный розыгрыш. Вторая подача ошибается. Роджер. 6-3. И вот сейчас момент истины в этом сете наступает. Браво, 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 Браво. Спасибо. И обидно промахнулся сейчас Николай. Дам. 6-5. Посмотрите, как усиливает подачу в нужный момент Роджер. И срывается мяч у Николая. Ошибается Федера. Вот она интрига. Где все эти предыдущие 6 встреч? Проигранных Николаем Давыденко сравнивает счет на тайбрейке. Федерер тем временем 7-7. Ну и как сейчас обидно. Да, казалось бы, не попал центром ракетки. Практически ободом сыграл этот мяч. Роджер Федерер. 7-8. И садбол. Вторая подача. Двойная ошибка. И может быть, делает двойную ошибку в ключевой момент Николая Давыденко. Ну вот, обсуждали мы перипетии прошедшего сета в перерыве. Сошлись во мнении на том, что ни у кого, конечно, в особенности у российских болельщиков, такие вот моменты. Не хватит нервов на такие моменты, которые мы увидели в концовке третьего сета. Но также сошлись во мнении о том, что хватит нервов у одного человека. И зовут его Роджер Федерер. Он-то как раз показывает просто феноменальную устойчивость. Феноменальную точность в решающие моменты. Точность, как известно, вежливость королей. Промахнулся, промахнулся все-таки. Роджер и 0.30. Начинает он. Первый гейм не слишком успешно. Здесь неожиданно сыграл Николай. Обострял сейчас Давыденко. К сожалению, мяч улетел в аут. 2 часа 18 минут уже провели на корте теннисисты. Но из них час чистого времени, час в игре находится. Да, и этот час был полон событий. 15.30. Посмотрите, даже в такой ситуации попадает в линию Роджер. Сейчас несколько задержался, да, Федерер с решением этой задачи. По-моему, изменил своему плану. Вместо того, чтобы играть подлево, предпочел играть обратным кроссом. 15.40. Двойной брейкпоинт. Показывает Николай Давыденко, что не сломила его неудача в концовке предыдущего сета. Так это единственное противоядие, которое может быть в игре против Федерера. 30.40. Атака. Атака. Кстати, очень короткая была атака, что помогло Николаю Давыденко контролировать ситуацию. Сейчас ошибка. Николая Давыденко. 0.15. Сознательно играл Федерер коротким резаным ударом. Очень часто. Одинаковое количество очков выиграно теннисистами в этом матче. Абсолютно одинаковое на данный момент. Очень часто уже пользовался, еще будет пользоваться этим приемом Федерер против Дивиденко. Я сейчас протираю этот корт. Или снова это? Нашествие муравьев. В общем, устранили помехи Да, сейчас смутил вот этот вот эпизод Задил сетку мяч Да, упало внимание у Федора По 15 Упало внимание явно 30-15 Да, и где была вот эта расслабленность Роджера, когда она была нам так нужна? Ошибка Вторая подача Хороший перевод по линии Отличный обводящий удар Как включился в игру Федор Обратите внимание, Зурабко Вторая подача была выполнена как первая Тем не менее Да, несмотря на то, что остро играл Николай Вот тут нашел лазейку Роджер По 30 Да, этот удар по линии Даже не успел такое ощущение, что шелохнуться Николай Абсолютно непредсказуемый Читается только в тот момент, когда мяч уже попадает На сторону соперника Ну и вот теперь брейк-поинт У швейцарца Хорошая подача была, но Невынужденная ошибка Перечеркнула все труды 1-1 счет И все сначала Новые мячи на подаче Роджера Федорера Первая подача Ошибается Николай Хороший был прием, но К сожалению Ошибся на втором ударе Довиденко 15-0 Ну слава богу, потому что здесь уже ничего не оставалось Николаю Довиденко, как продолжить свое движение вперед Явно вынужденный выход к сетке у него получался И безусловно рассчитывал на это Роджер Федорер И вот такая ошибка для него Для него неприятная, так как ситуация развивалась под его диктовку Все-таки аут Исправляет решение линейного судья Судья на вышке Обозначает этот момент матча как очень важно Николай Довиденко Это единственная его реплика Выход вперед И провожает взглядом Уверенно провожал взглядом этот мяч Роджер Федорер Ну да, видел он, конечно Куда этот мяч летит 30-15 Снова ошибается Николай 40-15 На подаче швейцарца Такое снова в такое Ровное русло переходит игра После первых двух геймов Легко справляется с этим ударом Роджер Федорер Выигрывает очко И вот после того, как очень уверенно закончил он сезон Это его первый турнир в новом году И на его счету уже есть 50-й поединок С немцем Томми Хасом Это был предыдущий матч Матч, который Роджер и Федорер играли За выход в четвертьфинал Ну а возвращаясь к прошлому сезону Сказали мы о том, что В полуфинале проиграл здесь, в Австралии Марату Сафину Роджер Федорер Также в полуфинале Уступил он на Ролан Гарос А следом за этим выиграл два турнира Два оставшихся турнира Большого Шлема Уимблдон И открытый чемпионат США Так что полуфинал Это программа минимум для Роджера Вот посмотрите, что творится Не перелетает мяч на сторону соперника Остается с Николаем Довиденко Счет становится по 15 По-моему мы забыли вспомнить о турнире в Дохе Да, удачно играл Федор Выиграл этот турнир Так что Так что не первая Это не дебют, да Хотелось сказать не первая победа В этом сезоне Была уже тоже одна победа Но будет ли вторая Любопытно, что сам с собой Монолог Федор ведет на английском языке А ведь это не родной его язык Да, вот интересно Какой же родной язык у Роджера Федорера Говорят ведь в Швейцарии Сразу на нескольких языках Сразу Если я ничего не путаю Являются официальными языками в этой стране И английский, и немецкий И английский все-таки нет Немецкий, французский И часть итальянского, да Еще одна ошибка У тридцати счет Хотя нет, английский язык Английский язык является Языком, которым он может использовать И в общении Со своими родителями Дело в том, что Мама Роджера Федора Родом из Южной Африки А там, как известно, говорят на английском языке Да, ну вот Главная, конечно Отличительная черта Главная черта, которая отличает Роджера Федора от остальных Жителей планеты Это то, что говорит он В совершенственном языке тенниса Великолепный выход вперед Угадал направление мяча Ну, что можно сказать Приходится Николаю смириться с этим Действительно Все, что мог, пытался сделать Но Роджер был лучше в этой ситуации Ровно Ровно на подачу Николая Довиденко Попадает в линию Довиденко с подачи Отвечает тут же тем Той же монетой Роджер И срывается удар слева Все-таки берет Гейм Николая Довиденко Победителя в полуфинале Уже дожидается Николас Кифер 15-0 15-0 на подаче Роджера Федорера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Промахивается все-таки Николай 30-0 Да, безупречно Выполнил подачу Швейцарец 40-0 40-15 Пытался обострить ситуацию Роджера Федора Тем более При таком счете мог он позволить себе это сделать Вот мы видим Статистику невынужденных ошибок Значительно больше В этом Компоненте Показатель Офедора Но и действует он безусловно Значительно более Агрессивно Выигрывает много сам Да Роджеру многое удалось За его карьеру, конечно Вот снова на этот раз он Уже не так добр К насекомым Как раньше Попадает в линию ДВДНК Еще раз попадает в линию Да, две линии для того, чтобы выиграть первое очко В шестом гейме Смеш Неужели промахнулся? Да, не хватило координации сейчас Николаю Для того, чтобы удачно выполнить этот удар Да, обидная очень ошибка По 15 Очень хорошо сейчас действовал россиянин 30-15 на его подаче На что-то рассчитывал Роджер, раз он шел к сетке Но Николай был На своем Да, на своем посту он стоял Вторая подача Ну, слава богу, не повторилась ситуация Счет становится 40-15 на подаче ДВДНК Да, на этот раз уверенно Завершил комбинацию Николая и ДВДНК Есть у него сейчас возможность выиграть этот гейм Заставил побегать Роджера Первая подача будет Еще один смеш Да, берет гейм Николай ДВДНК Вот на подаче Первый номер мировой классификации Отличная подача Может быть не слишком Не такая уж сильная Не рекордной силы Ну, подача рекордной силы На этом турнире, если я не ошибаюсь Принадлежит Энди Родику 231 километр в час Вот такой великолепный удар справа Изменение направления мяча Совершенно неожиданное для ДВДНК И как следствие 30-0 Попадает в линию На вылет 40-0 Вот, пожалуйста, 208 километров Подача Может и слабее она, чем у Родика Но Как мы знаем Мэнди Родик уже завершил свое выступление На турнире Несмотря на силу своей подачи Под ноль берет Гейм Роджер Хедерер Вот на подаче Николай ДВДНК Вот сразу так Бодро начинает Николай 15-0 Очень хорошая подача Едва дотягивается до нее Роджер 30-0 30-0 Снова неплохо выполнил Подачу Россиянин Подготовил атаку Ну и ошибается Швейцарец Да Допавил немного скорости Неожиданно для Федерера В свои удары ДВДНК Вот еще одна Удачно выполненная подача Продолжение атаки Двериск оправдан 40-0 Аут Немного промахнулся Николай 40-15 Ой, какая ошибка Пытался сейчас С лета завершить Розыгрыш Николай ДВДНК Не исключено Что будет пользоваться Сложившимся моментом Роджер Федера Да, занесло сейчас Немножко ДВДНК Слишком остро Хотел играть Он 40-30 Да Снова ошибается Сейчас становится ровно И, пожалуй, с психологической точки зрения Очень уязвимая ситуация Складывается у ДВДНК Да, трижды подряд ошибся Он на своей подаче Вот уже ровно после счета 40-0 Но вот здесь Ошибается уже Роджер Федерер Больше у Николая Хорошая подача И снова в простой ситуации Ошибка Снова ровно Аплодисменты Аплодисменты И Роджер Федера Все зависит от него В очередной раз Доказывает он нам Эту истину Да, в этой ситуации Конечно, безупречно Сыграл Фейцарский И уже больше у него Снова ровно К сожалению, грешит Николай Давыденко Невынужденными ошибками В нужный Такой важный Важные моменты встречи Третий сет В третьем сете Упустил он победу Именно в такой ситуации Федерер, конечно Более собран Да, зажался Зажался Николай Не справился С таким простым решением Необходимо было Попадать сейчас в спорт Нервничает Федерер Чувствует, что Пришел его момент Настал А Николай наоборот По-моему, сейчас Обессилел Он Такая странная была Подача Снова ровно На этот раз Не справляется Сам с собой Роджер Федерер Еще раз В сетку Больше у Давыденко На этот раз Попадает Николай Выигрывает Гейм Игора с плеч Выигрывает Все-таки Гейм Россиянин Обидный Аут Показалось Что попал В уголок Николай 15-0 Вторая подача Вторая подача Роджер Роджер Федерер Чаще стал ошибаться Чаще стал Бить в сетку Роджер Федерер Не исключено Что нацелен На выигрыш Каких-то конкретных Очков Роджер В своем Тактическом плане И вот Хорошая подача При счете По 15 Ну и вот Уже изменился Еще 30-15 В пользу Роджера Вот сейчас Неудачно укоротил Вспомнил Кстати об этом ударе Достаточно долго Не выполнял Его На ваших экранах Самая Верная Подруга Роджера Федера Мирослава Да по-моему Ее зовут По 30 Не справляется С приемом К своему Расчарованию Николай Дведенко 40-30 Задевает мяч Сетку Первая Подача Подача на вылет Выполнена Выполнена первая Подача Очко Очко Заработано Дведенко Это из容 nutrition Сетку Да, похоже на то, что хочет сыграть тайбрейк в этом сете Федерер. Ну что ж, а нет ли у него случайное желание проиграть этот тайбрейк? Как вы считаете? Вообще, насколько я знаю, в кругах, в теннисных кругах и спортивных, за ним закрепилось прозвище, которое часто упоминается. Так вот, его называют Босс. Сейчас, пожалуй, решения действительно принимаются им по ходу матча. Да, ну вот такой привет ему от вратаря сборной России по футболу Сергея Овчинникова, который тоже является обладателем такого же прозвища. Ну что ж, на данный момент тут не поспоришь. Первый номер турнира, первый номер мирового рейтинга. Босс, он и есть босс. Набирает очко Роджер Федерер, всего два удара ему необходимо. Да. Раз-два и в дамки. Легко. Все внешне легко получается у Роджера. 15-0. И вот с лево на лево он тоже переиграл Николая Довиданко. Да, попал Николай в трос, и после этого остался мяч на его половине. 30-0. Очередной срыв. Кстати, в этом матче достаточно часто у него случались такие удары. Это говорит о потере внимания на долю секунды как раз во время контакта с мячом. Да, но обратите внимание, это происходит, как правило, в не самые важные моменты встречи. Как раз таки, когда решается судьба гейма, сета. А вот самый важный, он подает подачу на вылет. Да. Когда все висит на волоске, тут от него подарков не жди. Не только подарков, но даже секундной расслабленности. Отличная игра Довиданко. И вот такой предложенный вариант остался без ответа. 30-30. Оценили по достоинству зрителей это действие россиянина. Да, думаю, что не могло не задеть самолюбие Роджера Федерера такие действия россиянина. И выигрывает гейм на своей подаче Роджер Федерер. Ну, у Николая Довиденко в теннисных кругах пока прозвища никакого нет. По крайней мере, нам оно неизвестно. Ну, вот победи он сейчас Роджера. Выбей его из турнира. Наверняка придумают какой-нибудь грозный титул Николаю. Все-таки четвертьфинал. Australian Open. 15-0 повел на своей подаче Николай. Хитрый, с тактической точки зрения, сейчас выполнял удар Роджер Федерер. Но промахнулся. 30-0. Вот, продолжая тему, скажем мы, что готовы. Мы сами взяться за эту непосильную, сложную задачу придумывания прозвища Николаю Довиденко только при одном условии. Если удастся ему выиграть сегодня. А, вот 30-15. Да, что там греха таить. Хочется, конечно, нам увидеть победу. Победу над великим теннисистом. Над грозой всего сегодняшнего мирового тенниса Роджером Федерером. И обидно, сейчас ошибается Николай. Тактически правильно играл Николай Довиденко. Все делал как надо. Небольшой технический брак. Буквально сантиметров каких-то не хватило. А ведь счет становится по 30. У 30-ти, да. И если сейчас удачно рискнет Федерер, то все может быть. Все-таки аут. Вторая подача. Неужели промахивается Николай? 30-40 на его подачи. И геймбол. Сетбол и матчбол. Сутбол, матчбол. Все вместе. Все в руках Роджера Федерера сейчас. Неплохо подает Николай. Попадает Довиденко в линию. Попадает в линию. Очень внимательно смотрит в точку. Эффектный был момент. Замерло сердце у болельщиков Николая Довиденко. На мгновение смотрим мы повтор. Видим на этом повторе, что действительно, похоже, попал в линию. Россиянин. Вот еще раз. Да. Снова ровно. Промахивается довольно ощутимо сейчас Николай. Да, мне кажется, нужно сейчас ему бережнее относиться к первой подаче. В линию попадает Довиденко. Смягчает. Не хочет больше так рисковать. Но не рискует и Роджер Федерер, что удивительно. Еще раз под самую линию. Бьет Николай. Браво. Браво Довиденко. Доволен его брат. Довольны мы все больше. Отыгрывает матч-бол Николай. Выходит он вперед. Больше у него на подаче. Больше у него на подачу Роджер Федерер. Больше у него на подачу Роджер Федерер. Первое очко за Танисистом и Швейцарием. Да, но в предыдущем гейме, конечно, заставил понервничать. Николай Довиденко своих болельщиков. Целился в линию, но не попал Федерер. Выигрывает очко. Довиденко сравнивает счет на таймбрейке. Счет становится. Один-один. Да, как я уже сказал, были затруднения в концовке предыдущего гейма у Николая. Но все-таки взял он себя в руки и продемонстрировал Роджеру и всему теннисному миру, что все в порядке. С характером и с упорством у парней из города Севера Донецка. Вот еще один эпизод 2-1. Прекрасное действие Николая Довиденко. Ну что, поймал кураж Довиденко? Да, раскрепощенно действует сейчас Николай. Это способствует такой эффективной игре. Но это, в принципе, в российских традициях, когда уже нечего терять. Встал одной ногой на край пропасти в предыдущем гейме. Николай, посмотрите сейчас аут, как обидно. 2-2. Но сейчас, я думаю, не нужно расходовать попустую эмоции Николаю. Необходимо сосредоточиться на игре. 2-2 и подача Роджера Федерера. Очень хорошая подача. Едва. Вот подбадривают соперников, зрители. Ошибается при обходящем ударе. Проводит успешно атаку Федерер. Да, очень агрессивно сейчас действовал швейцарец. 4-2 он впереди. И еще одна подача Николая Давыденко. Но мини-брейк уже состоялся. Проиграна одна подача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Первая подача. Касание сетки. Неужели, неужели попадает этим невероятным ударом Роджер Федерер? Ну что ты будешь с ним делать? 5-2 в его пользу. Все правильно делал Николай, но Федерер... Федерер это... Срабатывает в решающий момент его тактика. Срабатывает на все 100%. 5-2 и сейчас две подачи швейцарца. Максимально сложная задача у Николая. Браво, Довиденко. Берехитрил, 5-3. Да, напряжение просто передается через телевизионные экраны. Ну, часто ли вы видели Роджера Федерера вот так вот летящего за мячом? Роджера Федеререра. Картина, можно сказать, раритетная. Смотрите и наслаждайтесь. Вторая подача. Вторая подача. Есть возможность сейчас зацепиться у Николая. Ну и вот вам характер Николая Довиденко в действии. 5-4 сокращает он разницу. Берет сразу обе подачи Роджера Федерера. Да, недоволен, конечно, швейцарец. И теперь есть возможность перехватить инициативу у россиянина. Будет он подавать. Вторая подача. Да, вот снова вынужден повториться. О необходимости, сказать о необходимости вот этой вот, этого попадания первой подачи. Вот. Наращивал темп в этом розыгрыше очка Роджер Федерер. И с третьего удара закончил все сомнения по поводу того, кому же оно достанется. Ну что, 6-4 и сразу две возможности, два матчбола у швейцарского теннисиста. Ну вот прежде чем разыграют этот мяч, теннисисты скажу, что как бы ни закончилась встреча, нечего, совершенно нечего стыдиться в этой ситуации Николаю Довиденко. Действует он прекрасно. Не всякому удается так действовать в игре против Роджера Федерера. Особенно в игре против Федерера, который вот с таким настроем борется за каждый мяч. 6-5 сокращает разницу в счете Николай Довиденко. Там был достаточно критический момент, еще полшага и мог дотронуться до сетки Довиденко. И по правилам в этом случае очко присуждается Федереру. Да, но слава богу этого не произошло, иначе это было бы, конечно, нелогичное завершение этой красочной встречи. И все таки делает.